Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Каждый третий ребенок пойдет в ясельные группы. В Самаре прошло распределение мест в детские сады города. Влажная уборка, обработка всех поверхностей и поручней, как проводят дезинфекцию в самарском метро. Бьет – не значит любит. По статистике, во время локдауна в число случаев домашнего насилия возрастает. Как с ним бороться? В России нашли способ сдержать цены на хлеб и макароны, что намерены предпринять власти. В департаменте образования Самары распределили места в детские сады города. По результатам автоматизированной процедуры одобрили 483 заявления. 188 из них подали родители детей в возрасте до 3 лет. При наличии вакантных мест процедура проводится департаментом каждый месяц. Еще одна намечена на конец ноября. Также представители профильного ведомства напомнили родителям, что у системы регистрации заявлений появился новый функционал. Теперь искусственный интеллект будет предлагать заявителям дополнительные детские сады, помимо тех пяти дошкольных учреждений, которые уже были выбраны как желаемые. Система при распределении мест после рассмотрения пяти детских садов, если в них мест не будет свободных, будет смотреть все ближайшие сады от указанных, где есть свободное место. И вполне возможно при наличии свободного места в географической относительной доступности предложат место в детском саду. Кроме того, в департаменте образования отметили, что через МФЦ родители могут отказаться от предложенного системой места. При этом дата подачи заявления останется прежней, ребенок будет принимать участие в последующих распределениях. За сутки в Самарской области зафиксировали 1764 случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала наблюдения в регионе заболело 165 751 человек. Такие данные в пятницу 19 ноября опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 1118 человек, а всего с начала пандемии из больниц выписали 119 760 пациентов. В правительстве обсуждается возможность выдачи QR-кодов тем, кто не привился, но при этом имеет достаточный уровень антител. Насколько высокими должны быть показатели, пока точно не определено. Антитела – это специальные белки, вырабатывающиеся в организме в ответ на какую-то чрезмерную активность. Эти белки, их еще называют иммуноглобулины, нейтрализуют клетки бактерий, грибов, паразитов и вирусов и в идеале вырабатывают иммунитет к той или иной патологии. И этот иммунитет, так называемая память, при повторном заражении помогает организму легче справляться с болезнью. В России появилась новая профессия – контролер QR-кодов. Объявления о вакансии дают и многие торговые центры Самары. У соискателей они пользуются популярностью. Одно объявление в среднем в день просматривает от 6 до 18 человек. Набор требований к кандидатам минимальный. Работать может студент или пенсионер, главное, чтобы у человека был заветный код и он умел обращаться с гаджетами. Из личностных качеств важны коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение сгладить конфликтные ситуации и физическая способность стоять на ногах по 8-12 часов. В торговых центрах «Московский» амбар и «Гудок» соискатели готовы оформить по договору и сразу предупреждают, что работа временная – на 23 месяца. Для проверки посетителей контролеру выдадут специальные считывающие устройства. Что же касается графика работы, то в разных местах предлагают разные варианты. Где-то сканировать коды нужно будет 6 дней в неделю с одним выходным, где-то 5 дней с двумя выходными. Но дни отдыха будут плавающими. Работодатели готовы заплатить за эту работу в среднем от 1 до 2 тысяч рублей за смену. Итого в месяц, в зависимости от графика, можно заработать от 15 до 40 тысяч рублей. День массовой вакцинации прошел в Чапаевске. Мобильный пункт развернули во Дворце культуры. Удобно ли жителям проходить процедуру вне больницы и где откроют дополнительные пункты в Самаре, расскажем в следующем сюжете. Чапаевский дворец культуры на один день стал Дворцом здоровья. В здании провели акцию «Единый день вакцинации от коронавируса». Весь день желающие могли прийти и сделать прививку спутником ВИ или спутником ЛАЙТ. Очень правильно сделала. И всем говорю, всем своим подружкам, всем своим, что бы сделали. Обязательно. Почему? Потому что не было заболеваемости такой. Акция оказалась востребованной. Вакцинировали до 60 человек в час. Но, несмотря на это, очередей не было. Большой зал разделили на несколько зон. Работало 6 мобильных врачебных бригад, а также волонтеры, которые помогали горожанам заполнить анкету пациента и добровольное согласие. Также у жителей была возможность заранее скачать и заполнить эти документы, чтобы на месте пройти только необходимое медобследование и получить укол. «Примерное время получения вакцины от момента захода человека на пункт и до момента его выхода, со всеми процедурами, в том числе и на поствакцинальном наблюдении, не превышает 30 минут. Планируется через 21 день проведение повторно такой же акции, чтобы могли люди, пришедшие сегодня, получить ревакцинацию через 21 день». В Самаре 23 ноября с 8 утра до 8 вечера свои двери откроют пункт вакцинации в Самарской областной научной библиотеке. Еще один пункт будет работать с 24 ноября в Самарском медицинском колледже на Полевой-80. С 9 до 20 часов ежедневно привиться смогут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой необходим документ, удостоверяющий личность. Андрей Горгуленко, События. Ежедневно Самарский метрополитен перевозит десятки тысяч пассажиров. Для того, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции, в общественном транспорте применяется комплекс мер, в том числе и дезинфекция вагонов метро. Как проводят санитарную обработку перед выходом состава на линию, расскажет Максим Магомедов. В Самарском метрополитене не прекращается ежедневная дезинфекция подвижного состава. Перед выходом вагонов на линию сотрудники тщательно обрабатывают хлорсодержащими растворами все контактные поверхности. Используют препарат, одобренный Роспотребнадзором. В транспортном предприятии следят, чтобы всегда был запас необходимых средств для санитарной обработки вагонов. Резерв на 1-2 месяца вперед. По такому же принципу закупки ведутся остальными перевозчиками. Проводится влажная уборка, обрабатываются все поверхности, то есть это пол, это поручни, это сиденья пассажирские. Осуществляют эту работу каждый день и в таком режиме мы будем ее выполнять вплоть до особого распоряжения оперативного штаба. Пассажиры должны ехать в вагоне, который обработан, который безопасен, в котором нет дополнительных рисков, что там распространяется какая-то инфекция. Дезинфекция подвижного состава проводилась и ранее, до начала пандемии. С осложнением санитарно-эпидемиологической ситуации изменили пропорции в растворе для санобработки. Теперь дезинфицирующего средства добавляют на 50% больше. По графику есть составы, которые один раз в сутки заходят в депо, а есть составы, которые два раза в сутки заходят в депо. Естественно, при каждом заходе происходит уборка влажная и дезинфекция всего внутрисалонного оборудования. Исключительную чистоту в вагонах метро поддерживает Елена Трошина вместе с напарницей. За смену они успевают отмыть два состава. Делится самое неудобное и труднодоступное место для уборки – вентиляционные коробы под потолком. Но и их не обходит стороной. К своей работе относятся с любовью и максимальной ответственностью. Ответственность обязательно есть. Все-таки люди, чтобы никаких претензий не имели, чтобы и самим приятно было ездить. Ну, как бы, серьезно ответственностью и с добро. Безопасность здоровья пассажиров обеспечивают не только внутри вагонов, но и на станциях метро. Для этого на каждой трудятся два сотрудника, которые выполняют дезинфекцию контактных поверхностей. Один из них занимается регулярной санобработкой, а второй – работник клининговой службы, моет пол, платформу. Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции у нас была изменена периодичность обработки контактных зон, таких как ручки дверей, кассовые прилавки, АКП, аппараты по продаже жетонов. Значит, если раньше она составляла два раза в смену, то сейчас мы обрабатываем шесть раз в смену, то есть каждые два часа. Елена Борзова каждый день спускается в метро, чтобы добраться на работу. О масштабной работе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции отзывается положительно. Дезинфекция всегда предотвращает, конечно же, распространение всяких заболеваний, микробов и так далее. Всегда приятно находиться в чистом вагоне. Скоро у мойщиков-уборщиков работы прибавятся. В конце прошлой недели «Электродепо» получило еще пять капитально отремонтированных в Санкт-Петербурге вагонов. В текущем году это последняя обновленная партия техники. Ежедневная мойка и дезинфекция общественного транспорта – это обязательная мера в условиях эпидемиологической обстановки, которая складывается в регионе. Осенью в метрополитене уже была генеральная уборка в подвижном составе. А следующее состоится весной, когда начнется городской месячник по благоустройству. Максим Магомедов, Василий Колдашов. События. По статистике, каждый локдаун приводит к росту случаев домашнего насилия. Весной прошлого года число обращений в кризисные центры и отделы полиции выросло в два с половиной раза. Каждая пятая женщина заявляет, что ее пытались убить. Гульфия Сафина пыталась разобраться, почему тема домашнего насилия по-прежнему остается острой, как на сегодняшний день жертвы агрессоров защищены законодательно, и что делать, чтобы переломить устаревший стереотип «бьет, значит любит». Сейчас, спустя три года после развода, Ольга Горкунова уже может спокойно и даже философски рассуждать о своем прошлом. С бывшим мужем диалог наладили и даже смогли стать друзьями, но так было не всегда. За плечами Ольги 17 лет брака в условиях насилия. Сначала морального. Постоянное замечание, что-то невкусно приготовлено, что-то нехорошо сделано, не так поглажено, ребенок себя неправильно ведет, потому что ты такая плохая. А затем и физического. О прошлом с мужем напоминает не только трое совместных детей, но и шрам над глазом, след от прилетевшего удлинителя. Свою жизнь с абьюзером Ольга называет водоворотом, высвободиться из которого оказалось непросто. Я очень долго искала психолога, который может помочь в этой ситуации. Я столкнулась с тем, что психологи помочь в большинстве своем не могут, потому что почему-то начинают обвинять человека пострадавшего. То есть вы что-то делали неправильно, вы делали не так, вы попробуете вот так, вы же женщина. Ситуация с домашним насилием в России остается тревожной, заявляют эксперты. Уже до пандемии, по статистике, каждая пятая женщина сталкивалась с насилием в семье. А во время локдауна 2020 года число обращений в Центре поддержки увеличилось вдвое. Второй осенний локдаун прошел более спокойно. Тем не менее, по данным Росстата, в год убивает до 8 тысяч женщин. Почти в 40% случаев убийства совершаются их партнерами-мужчинами. Бороться с насилием не только возможно, но и нужно, уверена Анастасия Бабичева. Она руководитель проекта, созданного для тех, кто оказался жертвой семейного произвола. Все начинается с неприятных шуток, подтруниваний, оскорблений, а заканчивается, собственно, теми самыми ужасными историями, которые мы читаем на новостной ленте. Абсолютное большинство женщин в России продолжает молчать и терпеть. И те, кто доходят до помогающих специалистов, это минимальная часть. Для регионов все гораздо острее. По мнению юристов, проблема заключается в двух аспектах. Народное убеждение, что выносить ссор из избы некрасиво, и несовершенство законодательства. На данный момент подобные формы насилия находятся в сфере частного обвинения. То есть, даже если женщина решится заявить на мужа агрессора, ей придется собрать доказательства и подтверждающие документы самостоятельно, без содействия правоохранительных органов. Как правило, в правоохранительные органы, наверное, обращается каждая пятая-шестая женщина, до суда доходит десятая, наверное, женщина. Это хорошо, если доходит. Самая основная проблема – это дела частного обвинения. Должно быть правовое регулирование все-таки более совершенным, то есть должен быть принят все-таки закон, который в данном случае регламентировал бы и работу правоохранительных органов, и уже регламентировал помощь, которую необходимо будет оказывать потерпевшим. Статью по бою в России декриминализовали в 2017 году. Но это не значит, что сегодня нет закона, защищающего интересы тех, кто подвергается насилию дома, объясняют адвокаты. За избиение предусмотрено наказание как административное. Это арест до 15 суток и штраф до 30 тысяч рублей. Так и уголовное, где длительность ареста и суммы штрафа выше. Однако только комплексная работа поможет изменить ситуацию, уверены специалисты. Прежде всего, каждая женщина должна понимать – бьет, значит, не любит. Самой женщине непросто освободиться от абьюзера. Нужно обязательно обращаться за помощью к родным, близким, друзьям. Получить психологическую помощь можно и по телефону, указанному на экране. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. Эфир продолжит новости экономики. Расскажет о них Виктория Шара. А Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана и уважаемые телезрители. В России нашли способ сдержать цены на хлеб и макароны, что намерены предпринять власти. Они собираются поднять экспортные пошлины. О механизме расскажу сразу после курса валют. Курс доллара на 20 ноября – 72 рубля 76 копеек. Евро – 82 рубля 58 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 80 долларов 55 центов за баррель. В России нашли способ сдержать цены на хлеб и макароны. Российские власти поднимают экспортные пошлины. Они вынуждены пойти на это, так как котировки пшеницы растут как на дрожжах, а спрос на нее все выше и выше. Если обратиться к отчету продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за октябрь, то зерно подорожало на 3,2% за месяц и почти на 22,5% за год. Основные экспортеры столкнулись с неурожаем из-за погодных условий. Канада поставляет две трети твердых сортов пшеницы и в этом году собрала ее вдвое меньше, чем в 2020 году. Не лучше обстоят дела и в США. В Европе сократили оценку запасов твердой пшеницы на 600 тысяч. К 11 ноября в России намолотили 122 миллиона тонн зерна, что намного меньше, чем в 2020 году. Во всем виновата погода. Чтобы спасти цену на хлеб и хлебобулочные изделия, в России ввели гибкие ставки на экспорт. Чем меньше пшеницы будут отправлять за границу, тем стабильнее будут цены на нее на внутреннем рынке. Ставку меняют каждую неделю, а деньги, полученные от экспортеров, планируют вернуть субсидиями производителям. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, сколько россиян затронет повышенная индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, о которых сегодня сообщил Владимир Путин. Президент на совещании по социальным вопросам предложил увеличить эти показатели на 2022 год выше инфляции на 8,6%, вместо заложенных в проекте бюджета 2,5%. Так МРОД составил 13 890 рублей, а прожиточный минимум 12 654 рубля. От размера этих выплат зависит практически все социальные пособия на детей, федеральные и региональные доплаты к пенсии, страховые выплаты по больничным листам. Кроме того, увеличением РОД коснется зарплат порядка 3 миллионов россиян. Представители российского малого и среднего бизнеса пожаловались на массовые отказы банков выдавать льготные кредиты по ставке 3% годовых для компенсации последствий нерабочих дней. О проблеме сообщили рестораторы, туроператоры, салоны красоты, организаторы массовых мероприятий. Они утверждают, что банки выдвигают дополнительные условия и навязывают услуги перед выдачей кредита. Сами банкиры уверяют, что помогают бизнесу, а льготные займы получают все желающие. Главное – соответствовать требовании. Для получения займа текущая прибыль до вычета налогов должна быть выше, чем в 2019 году. Бизнесмены считают выполнение этих условий нереальным, поскольку достижению высокого уровня прибыли мешают постоянные локдауны. Кроме того, банки требуют залог, хотя 75% суммы займа обеспечивает государство, и постановление правительства запрещает требования залога. Напомню, программа льготного кредитования была запущена правительством 28 октября, накануне введения нерабочих дней. Согласно ей, представители малого и среднего бизнеса имеют право на получение с 1 ноября по 30 декабря 2021 года льготного кредита на полтора года по ставке 3% на годовых. Главное условие – получение поддержки, сохранение не менее чем 90% сотрудников. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. В Самарской области с начала года в рамках общероссийской акции «Сообщи», где торгуют смертью, изъяли более 2 килограммов запрещенных веществ. Выявили 126 административных правонарушений. Из них 111 – это употребление наркотических или психотропных веществ, 10 – незаконный оборот наркотиков. Об одном из задержаний расскажем далее. Информация о том, что 27-летний житель Тольятти торгует наркотиками с помощью закладок, поступила оперативникам в марте. В ходе оперативных мероприятий сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Самарской области совместно с коллегами из Тольятти при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали подозреваемого во дворе одного из домов на улице Льваяшина. Во время обыска в присутствии свидетелей при нем были обнаружены 6 свертков с неизвестным порошкообразным веществом серого цвета. Экспертиза показала – это героин. А задержанный, который, как оказалось ранее, уже был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков, сообщил, что привез героин из Свердловской области, чтобы продать в Тольятти. Возможно уголовное дело по признакам преступления части 3 статьи 30, части 5 статьи 228 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция за преступления по данной статье предусмотрена в виде лишения свободы сроком на 15 до 20 лет. Всего с начала 2021 года в рамках общероссийской акции «Сообщи», где торгуют смертью, на территории региона изъято более 2 килограммов запрещенных веществ. Выявлено 126 административных правонарушений. Из них 111 – за употребление наркотических и психотропных веществ, 10 – незаконный оборот наркотиков, 5 – употребление наркотических средств в общественных местах. Только в октябре в полицию региона поступило 53 сообщения от жителей о фактах незаконного оборота наркотиков. Удалось выявить и заблокировать 5 интернет-ресурсов, распространявших информацию о наркотиках. О фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112. Виктория Шарая, События. День жестянщика, несмотря на опасения автомобилистов, на этой неделе не наступил. С приходом заморозков и гололеда число клиентов в самарских кузовных мастерских не увеличилось. Слесари отмечают рост внимательных водителей, которые с осторожностью передвигаются по скользкому покрытию. Повысилась только цена за услуги ремонта и запчасти на автомобиль. Сколько будет стоить устранить кузовные дефекты в новом сезоне, расскажет Никита Колосов. Автомоляр Юрий Заварин трудится в кузовных мастерских уже 20 лет. Электрик по образованию, но с творческой душой. За все это время попробовал себя в разных профессиях, связанных с ремонтом машин, но остановился на автомолярном деле. Теперь, может с уверенностью сказать, работать с автомобильными деталями очень непросто. Еще сложнее при ремонте автомобиля после ДТП правильно подобрать цвет новой детали к кузову и нанести лакокрасочное покрытие. Этот процесс требует большого терпения и внимания к мелочам. Нет одинаковых деталей. Они кажутся одинаковыми, но на самом деле везде каждый элемент требует свой подход. К определенному цвету нужно свои абразивы подбирать, пластику свои абразивы. То есть нужно подходить творчески достаточно. Юрий говорит, в этом сезоне дня жестянщика не случилось. Битых автомобилей каршеринга, которые обычно ставят антирекорды, стало в разы меньше по сравнению с прошлым годом. С появлением первого гололеда водители быстро приспособились к новому стилю вождения в условиях города. А если случается авария, то повреждения небольшие. В основном повреждения небольшие. Бампера, фары, крылья. Каких-то серьезных ДТП нет. Если сравнивать с прошлым годом, то динамика была побольше. Ремонтов кузовных и более тяжелых. Другое дело трассы. Автомобили, которые сейчас в ремонте, в большинстве случаев пострадали в результате ДТП за городом, где высокие скорости. При этом стоимость запчастей выросла на 15-20%. Повысили стоимость своих услуг и кузовные мастерские. Сейчас минимальный ремонт автомобиля после небольшого ДТП в городе будет начинаться от 20 тысяч рублей. Верхний предел – 400 тысяч. Из-за растущих цен автолюбители стали чаще обращаться в небольшие мастерские, открытые буквально в гараже. Местные мастера обещают клиентам ремонт авто за небольшие деньги. При этом не меняют детали, а чинят сломанные. Что снижает безопасность автомобиля. А риск получения травм при очередном столкновении возрастает. Никита Колосов, Максим Гусев, События. 19 ноября отмечается Международный мужской день. Праздник подчеркивает положительную роль мужчин в семье и обществе. В этом году день посвящен теме улучшения отношений между мужчинами и женщинами, что в период пандемии, дистанционки и самоизоляции действительно актуально. В Самаре в День мужчин знак общественного признания получили 25 человек, которых признали лучшими отцами. 60 заявок и 25 победителей. В числе мужчин, которых награждают знаком общественного признания во славу отцовства, житель Самары Максим Горельченко, музыкант, руководитель казачьего хора, активист и общественник, отец четверых детей. Уверен, что воспитание в семье – это взаимный процесс. Наши дети верят, что наша мама самая красивая, самая добрая, папа самый умный, самый справедливый, самый сильный. И мы такими становимся для них. Понимаете, они нас делают, а мы их за собой тащим. Такая совместная работа, очень интересная. Мы идем по жизни и радуемся общим успехам. То есть вот то, что получается у нас в жизни во многом – это заслуги нашей семьи и наших детей в том числе. Кандидатуры для награждения выдвигали муниципалитеты, а лауреатов отбирал экспертный совет, в состав которого входят представители областного министерства социально-демографической и семейной политики, общественных и благотворительных организаций. В статистике уже около 50% браков распадается, и дети воспитываются в семьях неполных. То есть без пап в основном все время воспитания ложится на мам. Вот прервать как бы вот эту вот цепь таких вот разводов, показать другие возможности, и что семья может быть полноценной, какие бывают замечательные отцы – вот цель этого мероприятия. Если мы с вами говорим о развитии Самары, любимой Самарской области, мы, конечно, должны рассказывать о истории семей, которые формируют вот этот большой вклад региона в будущее и в историю всей страны. А, конечно, вклад региона невозможен без вклада семьи, а семья – это семья, это папа, мама и, соответственно, пятеро детишек. Традиция чествовать мужчин знаком общественного признания во славу отцовства зародилась в Самарской области в 2007 году. За 14 лет награду получили 474 мужчины-отца, которые достойно воспитывают детей и вносят значительный вклад в развитие Самары и области. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам самого доброго. Хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok